всем привет привет в стокгольме да и мы идем мы недавно кстати проснулись час назад позавтракали теперь мы идем да такая чудесная погода нам так повезло мы смотрели вот прогноз дождей не будет будет солнышко каждый день в общем супер и мы сейчас идем на автобус чтобы доехать до центра вообще-то изначально мы планировали гулять до центра но так как у нас безлимитные проездные и мы вчера видели что здесь спальные районы что в принципе тоже интересно но можно и на автобусе потому что у нас в 11.30 здесь будет бесплатный бесплатный пеший тур поэтому приехали уже в центр смотрите как там красиво сзади я просто не могу наверное вы знаете а может не знаете в стокгольме очень популярный велосипед это вообще город велосипедов вот здесь очень много велодорожек и вот мы с димой думали и почему бы нам не покататься на велосипедах но наши планы обломались потому что мы зашли узнали сколько стоит аренда байка и это очень дорого два раза дороже чем барселоне даже в общем на день аренда стоит на 24 часа аренда стоит 25 евро то есть 250 крон а на час на два часа минимум там 12 120 нет вам до 120 крон то есть 12 евро приблизительно ну такое вы знаете что мы жить не можем без копии в общем мы нашли в форскуэр нашим любимым приложением кофейню которая недалеко от места где мы должны встретиться с экскурсоводом в общем мы купили кофе но прикол в том что его продают чистые итальянцы он разговаривает только на итальянском и вообще к нему приходят итальянцы и проходят итальянцы все здороваются с ним ну в общем тут такой кусочек италии в таком центре кофейня называется дель корресо я просто нашел эту кафешку но обычно значит сколько отбывает кафешек с итальянским названием которые по сути не является итальянскими и смотрим вроде как в этот борис-то действительно похож на итальянца и мы такие подходим он такой пригунтами не-не-не-не он такой синьора пригунтами то есть заказывайте вы такие оппана вот мы еще кофе не попробовали но зато я уже точно знаю что он очень вкусный потому что делает а мне кстати здесь так приятно потому что мы уже здесь в городе находимся часа два наверно и ко мне за эти два часа подошло два человека и что-то начало говорить на шведском а с катя итальянец начал говорить на итальянском в общем да нас не распознают никак в общем не нашли мы бесплатный тур перший да мы нашли в интернете что есть еще каждый день в 10 утра после другого места мы пробуем завтра здесь вообще так много бесплатных этих туров здесь и велотур есть пеший тур есть туры на лодках когда здесь тепло есть туры как рассказать тур пробежка то есть люди утром собираются и мы дают наушники и они бегают по красивым местам да им быстренько рассказывают что там да и как там вот а еще мы заметили что стокгольм это город машин марки volvo и очень много здесь тесла вот ну как много мы сегодня же столько три увидели за пару часов но дело в том что тесла само само по себе явление редко поэтому это очень очень прикольно сити кучок поехал смешной не знаю было видно его или нет да здесь еще очень много фрика всяких он катя фрик вообще среди я же говорю фрик а смотрите какие шведы заботливые они поставили тут сено вот для птичек и они здесь грябаются видите им здесь нравится они сюда все приплыли вот там ни одной птички нет а здесь есть в общем они ушли туда им скучно стало нам тоже скучно стало поэтому мы ушли мы думали нет они там сейчас будет из пушек стрелять во всем да они просто там была смена караула очень ничего такого ничего особенного шведские фирменные саба не знаю как шведы называют на их называю саба они на деревянной подошве и стоит такой 500 крон то есть 50 евро одна пара да но не прикольно кстати у меня есть такие босоножки на деревянной подошве может вы даже видели моих первых видео я их в испании носила но я свои босоножки покупала в испании вот и как пользователь сказать что они не очень удобные ходить по камням особенно когда поверхность неровная потому что там площадь со сплошной сплошная деревянная подошва и но вот так вот считается вот но вообще ну в общем это прикольно если ходить по асфальту если вот по барселонским дорогам это хорошо мне нравится вот я бы себя с радостью здесь купила но я понимаю что вот я зашла магазин центре и там это достаточно дорогие босоножки вообще их можно найти дешевле вообще мы зашли на самую настоящую сувенирную улицу потому что здесь просто что не магазин это сувенирная их тут миллиард миллиард просто и сувениры конечно тоже дорогие смотрите здесь всякие викинские штучки продаются даже подсвечник в виде лодка которая была у викингов и эти шлемы почему не могли устоять и решили купить такой себе значок я себе его на портфель наклею и наверно не наклею а прицеплю я наверно это сейчас сделаю смотрите сейчас мы подойдем к очень популярный достопримечательности это очень узкая улица на ней все фоткаются но мы этого делать не будем мы пошли гулять а ты уже сфотографировал самую узкую улицу ужас ты похож на обычного туриста теперь ты похож на китайца знаете какая идея нам только что пришла в голову офигенная очень офигенная мы все будем кататься на пароме эти наши билеты это та транспортная компания которая здесь и паром и пускает и в общем мы сейчас поедем в красивый парк покушать на пароме романтика на пароме поедем в парк покушать это еще более романтично чем чем париж да это романтика это очень-очень круто очень красиво а вот музей группы оба но мы туда не пойдем если бы мы были с родителями мы пошли вот смотрите там можно сфотографироваться так прикольно и там еще раз можно сфотографироваться и там еще есть кафе вот сейчас тут слышно даже музыку об группы оба не знаю сколько там стоит вход но но мы туда не быть не пойдем любом случае мы в общем долгой дорогой мы приехали парк парк на самом деле как будто локация для съемки фильма хоббит очень прикольно мне очень здесь нравится и мы здесь покушаем и в общем смотрите дальше и 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 чудесном месте мы покушали мы взяли с собой еще с дома салат для это еще на рижске мы считали в риге когда мы за них поделим и да мы показали вот поэтому у нас еще нормально я жалею что мы больше продуктов не купили потому что у нас продуктов хватит но еще до завтрашнего обеда максимум нам нужно что-то купить да придумаем дорого здесь реально дорого в супермаркете мы сейчас едем назад город мы гуляли гуляли вдруг мы решили что мы хотим поехать супермаркет и в икею вот они находятся за городом и мы ехали на метро 20 минут и сейчас или в автобус и подъедем прям к кей и пойдем дешевый супермаркет потому что мы зашли в центре там очень дорого и я еще ранее находила в интернете что есть дешевле супермаркет и они находятся не в центре и поэтому мы отправляемся туда сейчас проверим насколько там дешевле мы в икее мы сейчас поднимаемся наверх в сам магазин и сейчас будем гулять здесь икея находится возле того супермаркета куда мы ехали и мы решили создать и в икее а потом уже с сумками ехать домой или в центр то есть не не ходить сумками по икее да мы в икее и естественно мы нашли кухню смотрите это компания здесь есть все необходимое здесь есть микроволновка работает вот так ладно зимки здесь не работает работает здесь и смотрите все работает духовочка ладно я поштила это не духовка это тумбочка потом смотрите тумбочка и здесь уже уже лежат фрукты и овощи вы можете их помыть можете не мыть так выложить и и рюмка рюмка он же стакан ну и сюда и все тут всякие штуки привольная кухня мы берем да Дим? берем п forcément едва 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 он падил здесь есть такой отдел прям вот такой подростковый мне нравится прям наркоманский смотрите какие здесь прикольные чашки и посуда со всякими мордами и такое всякое смотрите палатки пуфики и вот также тарелки большие мы зашли наконец-то в этот супермаркет называется бились и первое что мы увидели это мексиканскую кухню что где мой мужа швеции почему почему здесь так мало готовые уже лепешки эти только соус нужно купить на полярбить вот этот соус наливаете туда все готово есть можно сколько стоит и 14 да это проник значит что вот это стоит евро 49 а лепешки эти стоит евро 90 очень странно мексиканский отдел в общем оказывается этот супермаркет действительно дешевые смотрите в общем для сравнения сегодня мы видели вот этот же протеиновый батончик магазине куб центре города за 3 евро но за 30 крон а здесь он стоит 990 то есть 90 копеек и три раза три раза дешевле и и вообще мы посмотрели так на все цены в принципе ну цены сносные это недорого это нет не то дорого которое мы видели в центре города смотрите здесь здесь чипсы по евро 50 там где мы сегодня были в центре мы их видели по 3 евро такие же смотрите на это мороженую она здесь так хорошо выглядит мне так хочется его взять и попробовать я понимаю что я не хочу мороженого но она просто прикольно выглядит еще мне очень нравится вот такие тортики здесь есть какие-то вот десертики не знаю может попробовать взять я бы не против попробовать ну вот еще какие-то штуки мы уже вышли с супермаркета вот все что мы купили вообще мы купили себе еды на завтра и всякие перекусы но и нормальные еды мы не купили потому что там ее просто нет поэтому мы будем жить пока что на бутербродах какашки всякие взяли вот а что именно взяли мы обязательно покажем дома как приедем потому что здесь разлаживаться не хотим вот а в супермаркете как это быстро все набирали вот поэтому покажем дома скажем только что мы скупились на 229 290 они на 229 крон это примерно 23 евро потрачено в общем может дома мы пришли он дима упал вот я есть сам покажу что мы купили на купили мы следующее мы купили колбасу с салями на бутерброды пишут нас есть еще хлеб и сыр филадельфия мы сделаем себе потом я купила себе какой-то типа десерт протеин пудинг в общем я взяла один попробовать что это вообще потом мы купили протеиновых батончиков себе на перекусы может два уничтожили вот это мой завтрашний завтрак такие какие-то штуки выпечка у димы были пончики но он тоже их уничтожил уже потом мы купили с такой сок с голубикой да и мы хотели попробовать эту воду потому что эту воду рекламирует ибраимович футболист и поэтому нам пришлось ее взять она заставил йогурт так и мы взяли себе бутерброды такие попробовать что это вообще ну вообще это просто просто чтобы и чипсы но это не взял это дима взял но я признаюсь я ела боже пол пачки там нет даже больше ну в общем то вот это вот скромный такой набор мы взяли к сожалению в том супермаркете совсем нет отдела кулинарии то есть вообще ничего нельзя купить из нормального съедобного поэтому придется питаться завтра так но мы все равно мы обязательно куда-то сходим покушать потому что нужно попробовать местной еды нужно попробовать как здесь вообще готовят может может не стоит сюда ходить в рестораны нужно вам об этом сказать и нам нужно об этом знать потом обязательно куда-то сходим но еще не знаем куда в общем мы будем отдыхать набираться сил набираться энергии чтобы завтра опять ходить опять гулять показывать вам опять показывать нам интересные места и завтра мы обязательно сходим в метро именно на красивые станции потому что в стокольме есть Очень красивая, прикольная станция метро. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, всем до завтра.